Ужасная, сложная книжка. Я буду эспреско. Сейчас. Вас будут бить. Так просто, но так важно. Это проект, это инвестиция, которая может изменить вашу жизнь. Привет, дорогие друзья, это новый Федери Влог и это самый агрессивный выпуск книжного червя. Я немножко злой. Почему? Так, сейчас, можешь мне дать водичку? Я немножко злюсь, потому что я вижу десятки тысяч людей, которые ходят на бизнес-конференции, смотрят влоги, слушают подкасты, еще что-то. И все находятся в поисках магического секрета, волшебного успеха. Но почему-то эти люди, возможно, вы, вероятно, вы, не делают базовую домашнюю работу. Есть такой простой принцип. Идти от простого к сложному. Недавно, пару недель назад, я впервые после пандемических каких-то ограничений выступал в живой аудитории из примерно 100 предпринимателей, которые заплатили немаленькие деньги одной бизнес-школе за то, чтобы посмотреть на то, как должен собственник строить бизнес и так далее. И я решил задать несколько простых вопросов. Дорогая аудитория, а кто читал книжку «Маркетинговые войны»? 12 рук. То есть, 88 не читали. А кто читал «Good to Great»? А кто вообще знает, что такое «Good to Great»? Процентов 80 – тишина. И я разозлился. Я написал пост, который был даже опубликован здесь на канале на YouTube про ежиков в тумане. Что, возможно, если вы решили заниматься бизнесом, если вы занимаетесь предпринимательством, вам не нужно бродить вот так вот «Маржа, где ты?» Возможно, нужно просто взять и прочитать какие-то базовые книги. Базовые. Перед тем, как лететь куда-то дальше. Потратив на онлайн, на бумагу, на… Хотите, украдите их. Потом купите, когда разбогатеете, уже по 2 копии, чтобы отблагодарить автора. Но это 200-300 долларов, которых вам хватит на год чтения, если вы будете читать по одной книге в месяц. Это проект, это инвестиция, которая может изменить вашу жизнь. Есть такое понятие «must read» – «обязан прочесть». Но я решил не брать на себя ответственность, чтобы определять такой список. Я пошел к себе в Facebook, пошел в Instagram, потом пошел в YouTube, написал пост. Я говорю, пожалуйста, порекомендуйте 3 бизнес-книги, которые действительно изменили вашу жизнь. И знаете что? У нас получилось собрать хит-парад из почти 100 книг. В верхушке этого хит-парада оказалась 21 книга, которая собрала 5 и более голосов. В описании к этому видео мы публикуем полный список из этой 21 книги. Кроме того, мы договорились с одним интернет-магазином в Украине, с Якабу, что действует скидка 21% в течение 21 дня. На них вы еще успеваете. Вы можете их купить или прочитать, если хотите одну, хотите все. Но у меня к вам одна просьба. Пожалуйста, не обкрадывайте себя. Прочтите хотя бы главное. Вот это верхушка айсберга. Самые главные книги. Первая книга Дэна Кеннеди, которая называется «Жесткий менеджмент». Тряпка. Блин, соберись. Но управляй своей компанией. Пожалуйста. О чем эта книга? О дисциплине. О том, как разболтанные, расшатанные руководители руководят разболтанными, расшатанными организациями. Не думал, что она победит, но победила именно она. Самое большое количество голосов. Вторая книга, моя любимая, намного более любимая, чем «Жесткий менеджмент». «Good to Great». Джим Коллинз, американский профессор из Стэнфорда, который работал на кафедре предпринимательства, анализирует в конце 90-х, начале 2000-х, чем компании, которые добиваются выдающихся успехов, отличаются от обычных компаний. Приводит это в виде алгоритма. Приходит к тому, что такое стиль управления. Что такое руководитель пятого уровня. И почему скромный руководитель важнее, чем человек, который красуется на обложках журналов. Что такое концепция ежа. Почему нужно смотреть суровым фактом в лицо. И многое, многое, многое другое. Читаю, лучшая бизнес-книжка всех времен и народов. С нее точно можно начинать. Must have. Дальше. Маркетинговые войны. Древняя книга, ей уже несколько десятилетий, которая говорит. Маркетинг от слова маркет. Рынок. Работа на рынке. Это конкуренция. Конкуренция это соревнования. Вас будут бить. Ваши конкуренты захотят вас уничтожить. Это война, ребята. И для того, чтобы в этой войне выиграть, нужно для начала посмотреть. А есть ли у вас патроны? Есть ли у вас ресурс? Вы вообще кто? Вы партизаны или великая армия? И в зависимости от того, кто вы и сколько у вас ресурсов, вам нужно менять свою стратегию, менять свою тактику. Самую большую ошибку делают маленькие компании, которые почему-то ведут себя как большие. А большие подходят к ним и как слон делают. И маленьких компаний больше нет. Дальше. 7 навыков высокоэффективных людей. В принципе, это не про компанию. Это про вас лично. Про активная позиция, поиск вин-вин. Про то, как вы относитесь к своей жизни. Понимаете ли вы, что все на самом деле зависит от вас? Или вы продолжаете обвинять в своем неуспехе какие-то магические третьи силы? Когда спрашивают богатых людей, почему они добились успеха, они отвечают, потому что они были целеустремленными и у них были ценности. Когда спрашивают бедных людей, как добиться успеха, они считают, что это удача и связи. Немножко два разных ответа. Так вот, Стивен Кови как раз про объективную историю. Про то, что отличает людей, которые в жизни добиваются больших успехов. Так просто, но так важно. Следующая книга «Доставляю счастье» Тони Шей. К сожалению, ныне покойный человек. Трагически погиб при пожаре несколько месяцев назад. В возрасте буквально 40 с чем-то лет. С состоянием в районе миллиарда долларов. История создания одной из первых e-commerce компаний, которая решила побороть миф о том, что обувь нельзя продавать онлайн. История этого стартапа, которая полна такой, не знаю, драматических перепадов. Как стартапу не хватает денег, как он пытается продать свой пентхаус и так далее. На самом деле в этой книге есть еще, наверное, 3-4 вещи, которые для меня были дико ценными. Как человек формируется как личность, его путь с самого детства. Вторая часть. Что такое центральная идея? Что такое объединение компаний вокруг одной идеологии, которая является суперпростой, но объединяет всех, включая и сотрудников колл-центра. Дальше. Это история про client-сервис. Насколько важно строить бизнес для потребителя, боготворить потребителя, быть влюбленным в него и доказывать это каждый день. И четвертое. Здесь очень большой блок о счастье. О том, как сделать свою жизнь наполненной, осмысленной, чтобы эта жизнь не была пустышкой. Мы немножко даже спорили с моей любимой женой по поводу того, должен ли автор контента, который меняет другие жизни, жить свою жизнь согласно этим принципам. Отделим, разделим ли автор собственно со своим контентом. И мы пришли к выводу, что разделим. Если посмотреть на фактически, как сошел с дистанции Тони Шей, и как сложно и трагично сложилась его жизнь, спорно. Это не совсем то, о чем он писал 10-15 лет назад. Но вселенная ему судья. Книга великолепная, вдохновляющая, очень художественная. Пожалуйста, прочитайте. Фундаментальный труд. Принципы. Райдалио. Почти на все эти книги были отдельные книжные черви. Вы можете посмотреть эти выпуски. Райдалио. Принципы. Черная, серьезная книга о человеке, который решил ответить на вопрос, а как работает этот мир? Какие взаимосвязи в компании, в жизни, в инвестировании денег и так далее? Он работал над этим трудом лет 30, с конца 70-х, может быть 40. Потом он его автоматизировал. Благодаря этому его алгоритмы сработали и в определенном смысле позволили ему заработать больше всех на кризисе 2008 года. Настолько фундаментальная книга. Я вам могу дать для начала один совет. Поскольку Райдалио эту книгу выпустил не для того, чтобы заработать на гонорарах, а для того, чтобы действительно поделиться этими знаниями, он выпустил получасовой мультфильм, который называется «Принципы», в котором изложена суть его теории. Мультфильм, он самостоятельно, за свои деньги, профессионально переозвучивает, переводит на разные языки. Пару месяцев назад этот мультфильм вышел на русском языке. По-моему, там уже, если я не ошибаюсь, миллиона-полтора просмотров. Если у вас есть сомнения, готовы ли вы читать такую толстую книжку, не надо, не надо. Do your homework, сделайте свою домашнюю работу. Пожалуйста, просто посмотрите это YouTube-видео, эти 30 минут. И последняя книга из топа, которая для меня, наверное, из этих книг была первой прочитана. И первая книга, которая зародила зерно, в общем-то, в моем мозгу, по поводу того, что я же, блин, предприниматель, а не наемный сотрудник. Я до сих пор благодарен главе холдинга Video International Юрика Гутику, который пришел однажды на собрание, на котором сидело 10 топ-менеджеров, наемных сотрудников, и каждому из них подарил эту книгу. Говорит, прочитайте, она изменит ваше сознание. И что интересно, далеко не все стали предпринимателями. Но эта книга о том, что любого человека можно купить. Если вы готовы продаться за зарплату, то вы немножко обречены провести жизнь так называемого бедного папы, который будет хорошо работать, будет хорошо зарабатывать, но на всю жизнь будет этим рабом лампы. И он призывает перерезать канаты, прыгать, отказываться от этого наркотика в виде зарплаты и становиться предпринимателем. Очень красноречиво это делают. Я помню этот случай. Он достаточно жесткий, когда автор этой книги, Роберт вместе со своим другом, летом устроился на работу к папе этого друга в супермаркет. Работали они всю неделю в надежде получить деньги, чтобы на выходные пойти и купить комиксы или билеты в кино. Прошла неделя, и этот папа заплатил им по 10 центов. И эти дети почувствовали себя настолько разочарованными, настолько использованы, что они в слезах бросились к двери. А после этого папа говорит, постойте, ребята, а если я заплачу вам доллар, вы будете менее разочарованы? Те такие, ну да. А если три? И тебе говорят, да, класс, три доллара, супер. И что, вы готовы работать еще целую неделю? И тебе говорят, да, ура. И он говорит, так вот, ребята, люди делятся на две категории. Те, кто покупают других людей, и те, кто продаются. Так вот, никогда не продавайтесь, покупайте. Это звучит очень жестко. Но предпринимательство – это фантастическая история, потому что это сплав творчества, вдохновения с математической точностью и жизненной жесткостью. Поэтому заставьте себя, будьте достаточно дисциплинированными, прочтите эти 5-7 книг, прочтите 21 книгу, если вы хотите не профукать свою жизнь. А сейчас я смотрю на свои смарт-часы Huawei и понимаю, что до розыгрыша, который состоится 3 марта, не так-то много времени. Я решил подарить своим подписчикам 21 книгу. Но не просто подписчикам, а друзьям друзей. Поэтому просто заходите ко мне в Инстаграм или в Фейсбук, оставляйте имя этого человека в комментариях, пусть он подписывается, и скоро мы выберем победителя. И 21 человек станет чуть-чуть более продвинутыми и, возможно, чуть-чуть более успешными. Субтитры сделал DimaTorzok